ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам нужно снова затронуть вечный вопрос производительности. Мы уже частично закрыли эту проблему, воспользовавшись промежуточным хранением результатов. Для уменьшения количества запросов в BITREX24, однако этого мало. Следующий шаг – пакетный вызов запросов при помощи метода call-batch. Как видно на примере, метод позволяет делать сразу несколько запросов в BITREX24. В данном случае вызываются методы user-current и department-get. Но никто не мешает нам вызвать таким образом получение списка сделок разных пользователей. Фактически, эти несколько запросов условно воспринимаются как один. Следовательно, мы снижаем риск, что BITREX24 в какой-то момент посчитает, будто приложение делает слишком много запросов и перестанет отдавать нам данные. Метод call-batch в этом смысле имеет явный плюс. Однако, как обычно, есть и свои недостатки. Важным нюансом является то, что количество методов при вызове call-batch ограничено 50 за один раз. Иными словами, если нам надо больше 50 запросов, то мы должны как-то разбивать их на пачки для вызова call-batch. С учетом, что асинхронность никуда не девалась, все это ведет к усложнению кода и легко приводит к ошибкам. Кроме того, результат, который возвращает call-batch, также является массивом результатов разных методов. Поскольку методы могут быть совершенно независимы и могут возвращать совершенно разные структуры, то усложняется код разбора этих результатов, что тоже может привести к ошибкам. Метод call-batch хорош, но надо пользоваться им с особой аккуратностью. Давайте все же адаптируем наш пример к использованию call-batch везде, где это нам позволит сократить количество запросов. Снова начнем с переделки метода DisplayDeals. Сократим количество ключей проверки загрузки данных до трех. Оставим ключ загрузки текущего пользователя, ключ загрузки списка участников рейтинга и введем один единственный ключ, который будет отвечать за полное получение всех прочих данных. Поскольку мы попробуем все эти данные получить, при помощи пакетного вызова. Внесем правки в метод getRatingUsers. Теперь в нем вместо вызова трех методов получения данных, которые сейчас оставлены в коде для наглядности в закомментированном виде, мы вызовем один новый метод – batchGetData. Переходим к сложному – к методу batchGetData. Этот метод должен получить сразу три набора данных. Данные участников рейтинга, данные рейтинга и список сделок текущего пользователя. Именно для этого мы описываем два массива параметров. AirRatingFilter понадобится нам для фильтрации данных рейтинга, массив AirDealFilter – для фильтрации сделок текущего пользователя, а массив с идентификаторами участников рейтинга нам и так уже передали в метод batchGetData в качестве входного параметра. Далее мы описываем команды, которые будут являться содержимым вызова пакетного метода. Первая команда указывает, что мы хотим вызвать функцию restup userGet с конкретными параметрами. Вторая – функцию entityItemGet, а третья – CRMDealList. Обратите внимание на ключ params в каждой из команд. Именно сюда мы подставляем все нужные нам параметры в зависимости от того, какую функцию restup хотим вызвать в рамках пакетного запроса. Далее мы описываем переменную batchCallback типа функции для получения результата выполнения пакетного запроса. В общем случае такой изыск не нужен, но в нашем есть одна особенность. Все три наших функции restup представляют собой списочные, а значит будут возвращать не полные результаты, а пачки по 50 элементов максимум. Значит нам нужно будет повторно вызывать эти функции, пока мы не вытащим все данные. В случае с пакетным выполнением нам уже не доступен привычный resultNext, который мы использовали до сих пор. Вызываем функцию restup callBatch, передавая ей в качестве параметров нашей команды, и переменную batchCallback, которая будет вызвана при получении результата. Подробнее остановимся на содержимом batchCallback. Как вы видели, мы давали свои названия для команд, передаваемых в callBatch. Это были UserInfo, UserRatings, и CurrentUserDeals. Массивы с такими же названиями у нас содержат результат выполнения конкретных команд в объекте result. Мы проверяем существование таких массивов и для удобства выносим их содержимое в отдельные переменные. Далее, пользуясь этими массивами, формируем общую структуру данных, нужную для нашего приложения. Например, если массив UserInfoData на текущем шаге не пустой, то мы заполняем данные участников рейтинга. А если не пустым является массив с данными рейтинга, UserRatingsData, то мы эти данные также аккумулируем. Самая важная часть начинается вот здесь. Вместо простого вызова метода next нам придется слегка заморочиться. Мы пробегаем по списку команд, которые были использованы в пакетном вызове. И если видим, что конкретная команда на текущем шаге вернула не пустой результат, то мы формируем дополнительное специальное свойство такой команды paramsStat, в котором указываем, с какого элемента нам нужно получить следующий результат, используя для этого данные из answerNext для конкретной команды. То есть, допустим, в случае получения сделок пользователя функция CRMDealList на первом шаге вернула нам 50 элементов, а всего сделок у пользователя 65. Значит, мы должны вызвать ту же самую функцию CRMDealList с теми же самыми параметрами фильтрации, а заодно указать для нее параметр paramsStat равный 50. То есть, дай мне все сделки по тем же условиям, но начиная с 50, а не с нулевой, как на первом шаге. И так далее, пока не будут получены все сделки. И вот этот заново сформированный набор команд мы используем, чтобы вызвать callBatch заново, указывая ту же переменную batchCallBack в качестве функции для обработки результата. Понимаете, в чем сложность? Прочие команды уже свернули все данные. А по сделкам мы все еще топаем и топаем. При этом мы каждый раз должны вызывать callBatch с одним и тем же обработчиком результата. Представляете объемы сложности этого обработчика, если бы мы захотели вызывать не 3 команды сразу, а все 50? Тем не менее, это все равно эффективный вариант, поскольку он позволяет нам с большей уверенностью получать ответ от Bitrix24 в случае многочисленных запросов данных. Когда все это заканчивается, мы, как и раньше, включаем флаг окончания загрузки данных и вызываем проверочный метод IsDataLoaded? И сразу после него метод SaveRatingData, который, как и в предыдущей версии нашего приложения, служит для сохранения и обновления рейтинга текущего пользователя. Запустите приложение самостоятельно и посмотрите отладочную информацию консоли. Визуально приложение изменений не претерпело, а вот лог его работы может оказаться любопытным.